Братские школьники придумали уникального робота для обследования ГЭС. Его ученики лицея номер один разработали совместно с сотрудниками гидроэлектростанции для облегчения их работы. Идею школьников признали лучшей на соревнованиях энергия в действии на национальном чемпионате по робототехнике в Екатеринбурге. Работа шла больше года. Изобретение способно опускаться на глубину до 100 метров. Робот будет делать фото и видеосъемку плотины, создавая виртуальную карту дефектов. Обследование подводной части ГЭС обычно проводят водолазы. За летний период они успевают осмотреть лишь часть бетонных конструкций. Поэтому так важно автоматизировать этот процесс. Вызов для лицеистов был серьезным. Подводная робототехника – область практически неизведанная. Строительство машины, придуманной школьниками, займет несколько месяцев. Больше, наверное, не победа нам дала, а больше нам дало именно само участие. Потому что ребята это с шестого класса, в основном основная часть команды. И они за этот год, я прям вижу, как выросли. То есть они научились общаться со специалистами, они научились задавать вопросы, искать информацию. Выплачивать молодым учителям 15 тысяч рублей в месяц на погашение ипотеки предлагают депутаты Думы Иркутска. Сейчас в городе реализуют шесть мер поддержки, которыми педагоги могут воспользоваться. Это повышенные коэффициенты зарплаты, единовременная выплата в 100 тысяч рублей молодым учителям, а также ряд жилищных предложений. Предоставляют общежития, компенсируют расходы на аренду жилья, а также дают социальные выплаты на его строительство или приобретение. Депутаты отметили, что не все хотят жить в съемных квартирах, поэтому важно помочь педагогам с кредитными обязательствами. Департамент образования и администрации города взял этот вопрос в работу. В Братске представителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов подозревают в коммерческом подкупе. Кроме него, фигурантами уголовных дел стали трое подрядчиков. Обвинения им предъявили сотрудники областного отдела по расследованию особо важных дел. По версии правоохранителей, руководитель неоднократно получала деньги от подрядчиков за беспрепятственную приемку выполненных работ. Общая сумма подкупа – не менее 250 тысяч рублей. В домах подозреваемых полицейские провели обыски и изъяли документы. Основного фигуранта отправили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается. Садоводство в Исольском районе превращается в свалку. СНТ-строитель-1 находится в живописном месте. Добраться сюда можно только по мосту, потому что дома расположены на острове. Сейчас пребывание здесь омрачает экологическая проблема – региональный оператор отказывается вывозить мусор. С 2019 года здесь работает программа так называемой мусорной реформы. Все обязанности по вывозу и переработке отходов возложены на региональных операторов. Дачники заключили договор о нормативном вывозе мусора. Из-за объемов работы оператор предложил им перейти на фактический учет отходов. Но дачникам это невыгодно. Чтобы разрешить конфликт интересов, пошли в суд. И он принял сторону садоводов. После этого региональный оператор вовсе перестал вывозить мусор. Хотя руководство компании заявляет о бесперебойной работе. Как выйти из сложившейся ситуации, решит второй суд. Деятельность садоводства в основном ведет летом. И, соответственно, в летние периоды месяца накапливается больше мусора, чем в зимний период времени. И то есть, получается, оператор зимой компенсирует себе понесенные расходы в летний период времени. Районный фестиваль циркового искусства состоялся в Уськуте. В нем приняли участие школьники из трех студий города, а также гости из Новосибирска. Для Уськута это первое подобное мероприятие. Хотя участники делятся, что они бывали уже не на одном фестивале. Каждый из них чем-то особенный. Но главное, что все они дают возможность проверить свои силы и помериться ими с конкурентами. Подготовка к местному мероприятию заняла более двух месяцев. Организаторы отметили, что для детей такие фестивали – это большой стимул и ценный опыт. Они считают, что нужно больше подобных мероприятий для развития детей и популяризации циркового искусства, соревнования по которому почти не проводят.